Дружка, коровай крае, Дружка, коровай крае. Музыка Звучит музыка Ансамбль казачьей песни «Канарейка казачьей» Мы называемся, потому что у нас в принципе большая часть репертуара казачьего Это не значит, что мы другой фольклор не поем Всполняем, конечно, фольклор разный и разных регионов Но преимущество отдаем казачьим фольклорам Ансамблю нашему два с небольшим года Как таковому, когда он появился как «Канарейка» А до этого мы все институтские друзья Все с одной группой, кроме Карины И в принципе еще тогда образовались в стенах института Потом мы долгое время не общались, года полтора А потом встретились, пообщались и решили вспомнить старые репертуары Потом начали работать над новым Песня «Канарейка» У меня с институтских годов еще любовь к Волгограду К Волгоградскому казачьему фольклору, так скажем Там просто очень интересные регионы, есть очень интересные деревни Поэтому большая часть репертуара, конечно, составляет Волгоградская область и Ростовская область Это как раз Донское казачество Ну и немножечко мы берем Терского, немножечко Уральского У нас, я из Тольятти приехал, у нас там так заведено, что там очень много казачьих коллективов Ну под Самарой, там в принципе в Самаре очень хорошее движение Ну и конечно, чем южнее, тем больше казаков А здесь в Казани нас мало Ага, ну мы в Тельняшках Там Красная Горка есть Красная Горка, кто казаков исполняет так прям, ну хорошо И вот мы такой второй коллектив Долгое время мы не могли определиться с названием Потом выбрали Канарейку, потому что как-то, ну очень много песен Канарейка, Канарейка, Канарейка Чуть позже, когда я уже изучал материалы Юрия Щербакова С его фольклёрных экспедиций по Волгоградской области Чуть позже мы заметили, там была бабушка одна Она говорила так, почему говорит Канарейка-то? Потому что душа, говорит Вот, душа в клетке, как бы в теле считается И вот Канарейка И все песни про Канарейк в основном о том, что Вот лети вот с клетки, ну и там сядь на ветку И спой песню, вот и В общем, Канарейка это душа Душа, которая находится в теле, в клетке Моя Канарейка Ра, ой, растворю, уны, саду, ворота. Ох, не тебе, ой, не тебе, елемая, канарей, 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 ра, ой, растворю, уны, саду, уны, саду, ворота. Ох, не тебе, ой, 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 не тебе, о У нас принято выделять семь регионов. И очень интересно, что казачий фольклор, он как бы идёт особым пластом таким. Несмотря на то, что он как бы и включается в эти регионы, а там и Сибирь, и Урал, и Юг, это в принципе весь казачий фольклор. Но и так же его обособляет очень. Почему? Потому что яркий он и самобытный, и культура была яркая и самобытная, и песни очень сильные, походные там песни, да, какие-то, когда казак уезжал на чужбину, и ему, ведь многие казаки не возвращались же домой, поэтому очень часто песни были про то, что уедет и не вернётся. И вот когда он уезжал, пелась песня о том, что вряд ли там его чей дом увижу, и романсы, да, романсы, брать казачьи, да, они тоже про несчастную такую любовь, да, вот. И... В общем, очень такие трагедийные, что ли, все истории, вот. И как тоже говорили бабушки, когда говорят, почему песни такие несчастные-то у вас? Бабушки старые казачки отвечали, а чё же, говорят, петь-то, коль всё хорошо. А вот когда грустно на душе, тогда и поётся лучше. Вот. И, может быть, из-за этого мы также увлекаемся, занимаемся казачьим хатлёром. Ох, вас проспать, прождать, да, все я домы, а я передумала. Ох, вас проспать, прождать, да, все я домы, а я передумала. Ох, передумала, да я одна дома, да мне с ума, ой, мне с ума не идёт. Женщина занималась воспитанием детей, также семейный быт. Заботился о своей семье, естественно. Тяжёлая работа на поле. Ну и, в принципе, как всё в деревне бывает, так же и было. Живут так же. И, наверное, ещё было трудно, потому что казаки всё-таки изначально народ военный, а военные у нас и сейчас кочуют по назначениям. И вот это, наверное, это закаляло как-то их. Потому что всегда говорится, что женщина-женщина, а казачка, она как-то сильнее духа, может быть, вот так. То есть и песни у них такие же, и культура у них такая же. Женщина очень много в себе несла. И песни у казаков зычные, громкие, широкие, чтобы душа развернулась, как говорится. Это, наверное, ближе нам по духу. Потому что мы же все вот в Татарстане живём, да, но все из разных городов приехали. И где-то когда-то была казачья кровь. А казачья кровь, она, наверное, сильная настолько, что она будет эти воспоминания, будет эту память. Не говоря уже о том, что это очень красивые песни. Наверное, это вот по духу ближе. Есть коллективы, которые выбирают другую традицию, потому что им это ближе по духу. Я думаю, мы выбрали это в первую очередь именно из-за силы, которая содержится в этих песнях. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Музейно-образовательный центр имени Льва Николаевича Толстого. При средней школе номер 39 в Казани. Это удивительное место на самом деле. Потому что здесь мы занимаемся фольклором, находясь при этом в общеобразовательном сегменте. Здесь мы занимаемся фольклором. Мы, в принципе, не занимаемся никакими обработками, какими-то такими показушными вещами, веселыми вещами. Мы занимаемся мы с ними фольклорами, потому что мы, прежде всего, преследуем не развлекательную какую-то цель, а мы преследуем именно образовательную цель. Казаку поход идет... Эх, раз, два, горе не беда, на Казаку поход идет... Эх, раз, два, горе не беда, на Казаку поход идет... Эх, раз, два, горе не беда, на Казаку поход идет... Эх, раз, два, горе не беда, на Казаку поход идет... И параллельно у нас существует другой флигель, там проходит керамика, живопись, а кружевоплетение в этом году не проходит. Ну посмотрим, может быть будет кружевоплетение у нас в том числе. А здесь у нас такие творческие, это народный театр, потому что мы ставим в принципе постановочки какие-то, может быть сказки, что-то еще. Естественно, изучаем бокал, изучаем игру на инструментах и изучаем танец. Ну и естественно народную игру, куда без нее. Много нас побить, побить котели на высокой нагаре, они на тех и нарвались, мы и спим на топоре. Про шапки расскажу. В принципе это очень известная игра. Ну символизм тут в принципе понятен, да, то что шапка символизирует голову. И как бы это такая борьба, причем, ну чтобы не травмировать лицо, так скажем. Вот, в шапки играли дети и подростки. Вот, в чем интерес шапок в том, что отрабатывает, во-первых, ну бесстрашие, да, выйти с соперником один на один. Второй момент это то, что отрабатывает боковые удары на самом деле, потому что шапку проще всего снять как раз сбоку. Вот, здесь третье, что тренируется, это как раз уклонение от боковых ударов, как ни странно. Вот, ну и вообще шапки. Есть еще другая игра, петушки называется. Там, в принципе, она такая уже даже больше русская, нежели казачья. Но смысл такой же, только сзади платок. За поезд затыкался платок, и он был как такой хвост. Вот, и там задача тоже забрать, поймать этот хвост, а здесь задача снять шапку. Самое интересное, это всегда есть такой момент в этих играх, что надо держать себя в руках. И именно для этого вначале идет ставка, такая небольшая, танцевальная. И когда ребенок, он понимает, что он себя контролирует, что он не борется, что он не дерется, что он играет. Швабра это классическая игра, там, в принципе, надо просто перепрыгивать. Вот использовался кнут, использовалась швабра. Ну, тут же понятно, сноровка тренируется у ребенка, ловкость. Ну, и кроме того, тоже умение видеть эту палку, потому что, когда начинаешь изменять траекторию направления, надо, чтобы ребенок соображал, анализировал. Вообще, до 7 лет, в принципе, у ребенка есть только одна форма взаимодействия с миром, это как раз игра. И наша задача, в первую очередь, чтобы игры учили тем качествам, которые приглядятся в жизни. Тут играют, поют. Здесь учители хорошие. Когда я первый раз сюда пришел, они мне с первого глаза понравились. Мне больше всех нравится играть с Евгением Игоревичем на улице. Мы играем летучую мышь, шмея, звездные войны. Ну, много, короче. Я каждому бы советовал сюда прийти. Да, да, да. И наверх ты, не как будто бы за уши ты идешь. Опять снизу. Ну, давай еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Медленно, 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 значит, оторвешь ему ухо. Вот так вот, вот так вот. Чав, 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 чав делает. Давай, давай, давай. Ой, такие звуки прям приятные. Как кембрюле. Медленно туда, а теперь вниз. Мы занимаемся кружковой работой на базе средней школы номер 39. То есть у нас детки учатся в школе, потом после уроков в группе продленного дня они занимаются кружковой деятельностью, приходят ко мне, например, в музыкальную студию «Лопоток», в ИЗО-студию. И ребята уже занимают свое время свободно именно тем, чем им нравится. На самом деле мы занимаемся воспитанием, потому что здесь входит и трудовая деятельность, и коммуникативная, и какие-то психологические проблемы мы тут снимаем. И, конечно же, занимаемся творчески. И дети, которые, например, даже позанимавшись целый год в моей студии, они, конечно же, выходят немножечко другие. Да, параллельно здесь у нас есть, конечно же, студия «Лопоток», и вот эта деятельность, которая у нас происходит внешкольная, внеклассная, внеурочная деятельность, конечно, она взаимосвязана. Даже если мы занимаемся, казалось бы, разными различными деятельностями, например, глиной или там ложки, фольклорная студия, на самом деле, например, они готовятся к каким-то выступлениям и готовятся к каким-то конкурсам. Им понадобились, например, те же самые свистульки. Ну, они свистнули нам, мы сразу подхватили эту идею, мы сразу с ребятами берем глину и делаем свистульки как раз под их выступление. Это могут быть свистульки, это могут быть какие-то окарины. И, конечно же, я задаю детям только тему, а свистульки, они получаются всевозможные. Например, вот такая вот свистулька окарина. И что самое интересное, вот, например, Евгений Игоревич, руководитель студии «Лопоток», я, например, делаю свистульку, ну, мы с ребятами делаем, а он, как музыкант, приходит и он даже настраивает, то есть получается настоящий музыкальный инструмент, что гораздо важнее. Но даже если мы какие-то делаем вот такие вот душевные вещи, как я называю, если они будут, например, не настроены, они звучат не менее интересно. Мы постараемся привлекать какими-то массовыми праздниками, может быть, Масленицу, у нас тут День знаний был недавно, когда мы просто стараемся вовлечь в наш круг, когда мы стараемся поиграть, когда мы стараемся окунуть детей и даже подростков в такой фольклорной волну и показать им, что это не то, что они видят на самом деле, не то, что они там бабкину там или еще кого, вот. А то, что на самом деле, и даже мы, когда на сцену выходим, мы себя не так уютно чувствуем, как, например, когда мы находимся в кругу или за столом, мы ведь так же поем. И вот это ощущение совершенно непередаваемое, когда ты можешь оказаться в этом вот потоке, когда ты забываешь про все, про время, про гаджеты. Уж вы голуби, уж вы белые, мы не голуби, мы не белые. Мы не голуби, мы не белые, а мы ангелы-хранители. А мы ангелы-хранители, Всем земным душам покровители. Всем земным душам покровители. По небу клетали мы. На самом деле, я бы не сказал бы, что есть одна большая цель, одно большое предназначение. Есть просто несколько направлений, которые мы развиваем. Как с девочкой мы развиваем, ну, возрождаем песенную, да, традицию, песенную культуру. Не то, что прям возрождаем, как-то это громко сказано. Просто мы берем, как делали, накладываем на современное общество, загоняем их в такие реалии, где они действительно окунутся в это. С детьми, понятное дело, что мы просто прививаем. Это очень здорово, что в общеобразовательной школе такая возможность есть заниматься с детьми. Не во многих музыкальных школах дают фольклором заниматься, потому что фольклор это как бы старомодное и неинтересно считается так. Так что вот такие у нас цели. Ну, а про конкретно, про ансамбль наш, скажу, что есть одна цель. Цель не цель, как бы одно такое, один такой момент, который мы достигаем каждый раз, когда мы собираемся все вместе. И в какой-то песне просто наступает такое чувство эйфории и высшего такого восторга, когда ты стоишь, и ты понимаешь, что ты весь в звуке. Я знаю, что я не со многими людьми смогу успеть так. Я знаю, что мне очень тяжело где-то еще оказаться в такой атмосфере. Но я всегда знаю, что у нас будут репетиции два раза в неделю. И вот там я покайфую в свое удовольствие. Потому что наш ансамбль, так или иначе, для меня это большая душа. Это большое облегчение мне по жизни. Все мы, находясь в общей такой семье, управляем друг друга. Говорим, как лучше. Все мы вместе отбираем песни. Все мы вместе работаем над тем, чтобы эти песни зазвучали. И вот когда они зазвучат, вот тогда я читаю вот эту цель. поучение, удовольствие от того, как звучат песни в ансамбле. Почему ж ты, душа, мимо рая прошла? Мимо рая прошла, к нам в рай не зашла. Мимо рая прошла, к нам в рай не зашла. А у нас в рай, святы, святу. А у нас в рай, святы, святу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...